Всем привет! Сегодня видеообзор посвящен новинке компании Магнат, это гибридный усилитель Магнат РВ-4. Прежде чем подробно остановиться на усилителе РВ-4, я хочу рассказать о его предшественниках. Первый усилитель РВ-1 был собран исключительно на лампах. Он соответствовал всем канонам ХМ. Грамотная схемотехника, мощные блоки питания, тщательно подобранные компоненты, предварительно прогретые лампы. Усилитель привлек внимание аудиоэкспертов за очень чистое, теплое и мягкое звучание, за точную передачу звукового образа. Второй усилитель РВ-2 был также чисто ламповым. Внешне он стал солиднее, была увеличена мощность усилителя, но выходная мощность все же была недостаточна. И тогда компания Магнат решила пойти на компромисс. Магнат сделал новый гибридный хай-энд усилитель РВ-3. В усилителе был реализован союз лампы и транзистора. Это позволило получить высокую выходную мощность и мягкий ламповый звук. Магнат РВ-3 совместно с опустической системой Quantum Fignature заслуженно были отмечены хай-фай специалистами за инновационный дизайн и качество звучания. Последняя новинка компании – гибридный интегральный усилитель РВ-4. Разработчики нового гибридного усилителя класса хай-энд хотели, чтобы он превзошел РВ-3 и отлично справились с поставленной задачей. РВ-4 объединяет в себе аналоговый стириозвук и цифровую секцию с поддержкой Bluetooth 4.0 C5X кодированием. В РВ-4 применены две качественные лампы Е8080C, сделанные в России, выбор которых был не в последнюю очередь обусловлен их высоким качеством звучания и максимально возможной надежностью. После прогрева 60 часов лампа отбирается попарно и устанавливается в высококачественные позолоченные разъемы усилителя. Внешний усилитель изменил свой облик. Ребра радиаторов развернули внутрь и почти выровняли по высоте. Центральную часть занимает блок питания. Защитное ограждение ламп имеет наклон наружу, открывая стильную гравировку на алюминиевой накладке, логотип компании и название модели усилителя. Эти изменения позволили обрести усилителю более агрессивный вид и лучше соответствовать понятию хай-энд-дизайн. На фронтальной панели слева расположена массивная кнопка включения усилителя. Сразу после включения на LED-дисплее появляется логотип компании. Затем включается таймер готовности усилителя. После прогрева ламп и готовности усилителя к работе на дисплее отображается подключенный вход. Слева от регулятора громкости расположен регулятор баланса. В центральной части панели установлен массивный регулятор громкости с материзованным приводом. Регулятор громкости управляется с пульта дистанционного управления. Справа от него переключатель входов усилителя. Переключение входов отображается на дисплее CD-Tuner AUX Tape Main-In. Входы оптический и коаксиальный, Bluetooth, Fono MC и MM. Справа на фронтальной панели расположено гнездо для подключения наушников. Сзади расположены гнезда для подключения источников сигнала к усилителю, к внешнему рекордеру и усилителю мощности. В центральной части панели расположены цифровые входы. Справа расположены высококачественные винтовые разъемы для подключения усилителя к акустической системе. Возможно подключение разъемов типа банан, лопатка и простое проводное подключение. Сейчас я расскажу подробнее о коммутации и подключении усилителя. На задней панели слева расположены RCI гнезда для подключения винилового проигрывателя. Возможно раздельное подключение картриджей MC и MM. Есть специальный винт заземления кабеля винилового проигрывателя. Далее расположены четыре линейных аналогов входа. Соответственно CD, тюнер, AUX и TAPE. Рекордом подключается к гнезду REC. Регулятор громкости не влияет на выходной сигнал. Гнездо PRE используется для передачи сигнала на другой усилитель мощности. Например, при использовании схемы подключения BIAMPER. Выходной сигнал зависит от положения регулятора громкости. Если усилитель необходимо использовать как усилитель мощности, сигнал необходимо подать на гнезда MAIN IN. Далее расположены гнезда для подключения цифрового источника сигнала к усилителю. Один коаксиальный и один оптический вход принимают цифровые стереосигналы с разрешением до 24 бит в 192 кГц. Встроенный модуль Bluetooth 4.0 с 5Х с кодированием обеспечивает высокое качество звучания при цифровой беспроводной передаче сигнала. Чуть правее расположены разъемы для подключения усилителя к акустической системе. Подключение BWARING не предусмотрено. Справа находится гнездо для подключения кабеля питания. Массивный пульт управления в металлическом корпусе имеет 4 кнопки. С помощью кнопок можно выбрать источник сигнала, выполнить приглушение звука и установить необходимый уровень громкости. Плата усилителя скрыта под нижней крышкой усилителя. Сразу можно отметить грамотное расположение плат и качественный монтаж. Переменный ток входного разъема сначала попадает на сетевой фильтр и уже потом на мощный треидальный экранированный трансформатор. Чуть левее видны разъемы для подключения акустического кабеля. Качественный монтаж, толстые провода – это плюс. Далее расположены две платы. Первая плата – это цифроаналоговый преобразователь. Преобразование осуществляется цифроаналоговым преобразователем от Burm-Brown. Вторая плата слева – фонокорректор с разделенными входами для картриджей типа MM и MC. В фонокорректоры установлены малошумящие операционные усилители и аудиоконденсаторы VIMA с малыми потерями. Со стороны толстой фронтальной алюминиевой панели 8 мм симметрично расположены платы усилителя мощности. В центре установлена плата предварительного усилителя. На фронтальной панели установлена плата управления LED-дисплеем, регулятор громкости, переключатель входов, регулятор баланса, гнезда для наушников и ЕК-приемник. Регулятор громкости оснащен высокоточным потенциометром ALPS с электроприводом. В центральной части усилителя расположена плата предварительного усилителя на лампах E88C. В предварительном усилителе использованы только высококачественные дискретные элементы. Использованы конденсаторы VIMA. Блок питания установлен в экранированном отсеке. В каждом канале установлены два высококачественных электрический конденсаторов 6800 мкФ. Еще два конденсатора 470 мкФ использованы в блоке питания ламп. За конденсаторами установлен мощный экранированный треядальный трансформатор. И о звучании усилителя. Использование ламп в предварительном усилителе позволило на небольшой и средней громкости избавиться на выходе усилителя от несчетных гармоник. В спектре усилителя есть только вторая гармоника. Звучание мягкое и теплое. Усилитель прекрасно передает звучание акустических инструментов. На большой громкости приоритет уже за усилителем мощности, в котором использованы высококачественные мощные транзисторы японского производителя Sample. Аналоговые источные сигналы Music Hall MMF 1.5, акустическая система Signature 1105 и усилители Magnat RV-4 дали возможность просто наслаждаться музыкой. Вопрос. А как же с воспроизведением Hi-Rise файлов? Ответ. Все очень хорошо. Спектр звука аналогового источника с хорошим картриджем соответствует спектру Hi-Rise файлов. Только в аналоговом источнике нет преобразования цифрового сигнала в аналоговый. На сегодня все. До новых встреч.